Акватория на аукцион Впервые за последние десятилетия в Приморье подготовлена нормативная база По передаче морских участков под аквакультуру в частные руки Однако морское фермерство остается зоной особого риска Не только деньгами, но и жизнями Инциденты есть вплоть до стрельбы Есть вполне реальные факты Когда браконьеры открывали огонь чуть ли не на поражение Китайский Южный военно-морской флот Подводит итоги учений с российским Тихоокеанским Китайские военные моряки буквально ошеломлены масштабом и новизной развернутых операций Десантные и корабельные силы условных противников были смешанными Как удавалось найти общий язык Морское взаимодействие в самом прямом смысле Морской опыт востребован Всероссийский детский центр «Океан» углубляет морскую специализацию отдыха и развития детей И обращается к Владивостокскому морскому собранию Если кто-то из ребят выберет в дальнейшем профессию, связанную с морем Тогда мы будем считать, что это успех Морское фермерство в Приморье наконец-то получило нормативную базу По организации аукционов на участке акватории под разведение моря культуры Такие торги не проводились в Приморье не менее 10 лет Чрезвычайно долго и трудно формировалось законодательство в этой сфере Конфликтов интересов здесь всегда было более чем достаточно Да и после принятия в 2014 году Федерального закона об аквакультуре Говорить о том, что такие конфликты в будущем исключены, никак не получается Но хотя бы произошло движение в сторону более-менее понятного механизма Передачи в аренду на 25 лет этих морских огородных гектаров Формирование участков – дело тоже непростое Грядки на морской волне не должны быть препятствием для судоходства Оборонных интересов, обычного рыбного промысла Отдыха людей на пляжах, работы заповедников и заказников Вот когда этот комплекс интересов и мер соблюден Тогда определяются границы рыбопромыслового участка И вот впервые 12 декабря этого года Мы должны выставить на аукцион порядка 30 участков Сформированных в соответствии с новым законодательством Участков много, участки интересные В Хасанском, Лозовском, Ольгинском районах, в бухте Дунай у Фокина Есть даже в черте города Владивостока, но не примыкающие к береговой черте Условий для использования фактически нет Любая рыбохозяйственная деятельность, выращивать можно любую аквакультуру Участником аукциона может быть кто угодно Индивидуальный предприниматель, акционерное общество, общественная организация Выигрывает аукцион тот, кто предлагает большую сумму Однако и это не факт, что в ближайшие годы у нас тут гребешок подешевеет А трепангом будет завалено дно всех бухт залива Петра Великого До аукционного права море под огороды делили по конкурсам То есть необходимо было предъявить не только счет в банке Но и программу производства, технологию выращивания деликатесов Что в итоге? Пона обещав совершенно баснословных выращивания уловов Так ничего и не сделали И сегодня несколько десятков участков, они просто висят в воздухе Они вроде бы де юра и оформлены, но де факто они не эксплуатируются Кроме того, аукционы и новое право в сфере аквакультуры Никак не решают вопрос о браконьерстве морских биологических ресурсов И вот тут опять коллизия между, кто должен это охранять Либо это должна быть проблема частного предпринимателя или организации Которая владеет акваторией, выращивает там продукции И нанимать какие-то охранные агентства С которыми отдельное законодательство, и там тоже масса вопросов Либо в конце концов это должна быть федеральная пограничная служба Которая обязана охранять водные и биологические ресурсы А пока эти водные и биологические ресурсы, независимо от того Мы их выселили за свои деньги там поселили Или они так произрастают, мы их культивируем как-то Это собственность государства Но любые коллизии решаются тогда, когда над ними постоянно и целенаправленно кто-то работает Десятилетняя ситуация, когда море есть, а права нет С началом аукционов изменяется И может быть, морские фермы станут обычным видом труда и бизнеса в Приморье А не как сейчас, хлопотами энтузиастов и одиночек Учение морское взаимодействие в практическом варианте, а не только в штабном режиме Китай и Россия проводят с 2012 года И несмотря на то, что определенный опыт уже накоплен И в китайских территориальных водах Желтого моря, и в российских Японском море В этом году в Южно-Китайском море два флота отрабатывали множество новых задач Причем с прицелом на стратегическое значение Китайские телеканалы до сих пор обсуждают масштаб и новизну совместной работы в море Появляются интересные подробности восьмидневной тренировки Учения имели сценарий противостояния между условными противниками, синими и красными В группу красных входили смешанные силы кораблей китайских и российских военно-морских сил На синей стороне воевали в кавычках только корабли Китая Операции проводились в условиях информационной блокады То есть противники не имели контакта друг с другом, не имели примерных общих сценариев, а действовали самостоятельно В китайских СМИ подчеркивается, что подобный формат совместных учений с зарубежными военно-морскими силами для Китая в новинку и чуть ли не откровение Красные и синие отряды должны воевать друг против друга в формате реального боя, чтобы показать реальную боеспособность войск Причем некоторые боевые группы были смешанными даже в рядовом составе Вот в зеленом камуфляже это российские военнослужащие Тихьянского флота, в синеватом китайская морская пехота Чтобы работать слаженно, в том числе и в условиях незнания языков у офицеров и моряков, была разработана специальная командно-информационная система Впервые в совместных учениях были применены командные информационные системы Они разработаны для того, чтобы решить проблему языкового барьера, чтобы внутри одного отряда взаимодействия велось легко В учениях в Южно-Китайском море работал весь военно-морской комплекс Надводные корабли, субмарины, самолеты, корабельные вертолеты, боевые амфибии морской пехоты В китайских источниках говорится, что группировка учений выполняла и совершенно новые для себя задачи Китайцы относят к таким новым пунктам учений противолодочные операции, а также захват островов и рифов с воздуха и моря Моряки военно-морских сил, народно-освободители армии Китая и моряки Российской Федерации способны действовать в любых условиях обстановки, обеспечивая мир и безопасность Старейшая общественная организация «Приморье» Владивостокское морское собрание и Всероссийский детский центр «Океан» сотрудничают уже давно Подписанное соглашение, формальный повод назначить ответственных, шутят на церемонии в Доме офицеров Техокеанского флота Морская тематика в деятельности Всероссийского детского центра «Океан» – это приоритет Приоритет потому, что сегодня абсолютное большинство ребят, а к нам приезжает более 16 тысяч ребят со всей Российской Федерации в течение календарного года Им интересно море, они хотят знать о нем больше, они хотят заниматься морскими специальностями Пусть они не все станут моряками, пусть они не все посвятят свою жизнь и профессию, связанную с морем Но то, что у них отложится в голове, они приобретут какие-то знания У моряка нет трудного или легкого пути, а есть один путь славный, знаменитая цитата Сода, которая сегодня является одним из девизов деятельности флотилии «Парус» Мы к этому начинаем двигаться И те люди, которые сегодня работают в собрании, те люди, которые работают в общественных организациях Офицеры флота, они сегодня готовы делиться этими знаниями Это сегодня ребятам нужно Центр «Океан» рассчитывает на помощь морского собрания в создании детской флотилии А в 2017 году в строй вводится новая дружина под названием эскадры Которой нужны и специалисты по парусно-гребным ялам, и морские воспитатели А у Владивостокского морского собрания и такой опыт тоже имеется Я буду разговаривать с начальником училища, и очевидно с руководством морского флота Чтобы позволили курсантам участвовать в подготовке будущих моряков уже в детском центре «Океан» Тем более, что сегодня детский центр закупил ряд тренажеров У них есть уже своя шлюпочная база Я думаю, что этот опыт и для будущих офицеров, которые будут воспитывать подчиненный личный состав И для детей, которые в детском центре «Океан» он будет полезен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин